Привет, друзья! Начнём с новостей, почему мы пропали. У нас не было больше недели, наверное, 9 дней. Сегодня я снимаю. Это вторник, получается, с прошлого воскресенья мы ничего не снимали. Потому что мы заболели, точнее, в основном не мы, а вот этот мальчик. Ну, мы чуть-чуть, у меня там пару дней болело горло, муж немного кашлял. А вот этот мальчик с полным набором температура, и кашель, и насморк, и отит. Всё вместе мы это лечили, и вот, если честно, состояние было вообще не для съёмок. И вот сейчас только начинаем опять снимать. Ой, нападение, нападение кружочкой ребёнка. Пока мы тут болели, вот наш набор для лечения. Нам пришли письма, поздравления от наших друзей. Открыточки сейчас мы будем в Инстаграм снимать. Им большое спасибо за это. А ещё наши друзья Честер и Оливер участвовали в конкурсе. В этом конкурсе одним из условий было отметить своего друга, и он тоже получит подарок. Так вот, они отметили нас, и мы выиграли вот такой чудесный календарь с Корги, от Купи Корги. В конкурсе у Влады и Корги Гоши и Глаши. Спасибо, друзья. Это очень приятно, когда ты не участвуешь, но что-то получаешь. Классный календарь. Вот у Купи Корги у них всё с коржами. Ой, куда в рот-то? Давайте приехали. Что делаете-то вообще сегодня? Смотри, издевательность Степана. Посмотри, человек принёс собаке кусочек яблока. Не один ест, а дал собачке. Вы говорите, настоящие братья. Зачем мячик-то грызёшь, Матвей? Это собачкин мячик? Фу! Кинь собачки. Какая? Смотри, кота, Андра. Есть лесенка, чтобы за эти лицеты. Смотри, кота, Андра. Тут ты был очень необычен, потому что все единицы. Больничные будни. Почему нет? Почему нет? Степик. Степик. Степан, что ты там делаешь? Степик. Из-за лески спрятался. Так, сегодня уже пятница. С того момента, как я пробовала снимать влог во вторник, наверное, да? Прошло три дня. Ну, наверное, просто нет сил. В связи с тем, что малыш болел, мы тоже себя плохо чувствовали. И вообще, если честно, просто лень. Но сегодня мы едем на дачу. Поедем на дачу. Там Степанчик будет вдоволь гулять. Матвейчик тоже будет гулять. Там у него своя территория, и он может не контактировать с другими детьми. Хотя он уже как бы поправился. В принципе, там у него чуть-чуть только остались сопли. Но нам нужно сначала сдать анализы, чтобы приступить к обычной жизни. Вот. Сейчас собираемся. И поедем. Да? На машине. На дачу поедем. Ура! Вы рады? Ура! Так, Степанчик сел. Сейчас поедем, да, Степан? Поедем на дачу. Ура! Ура! Степик на даче. Ура! Красота! Бегает там, да? Побежал, побежал. К воротам. Собачку там пошел смотреть, наверное. Да? Да? Там где-то наши катаются на утрушках. Да, Степ? Такая красота. Пойдем посмотрим, что там наши делают. На берегу. Даже не видно. Что он там делает? Мне идти в территорию. Погнали. Все, Пик. Вот что бывает, когда выключается свет у нас. Все, Пик. Подписаны у нас в инстаграме знают, что я летом писала, что у нас тут бродячая собака. Так вот. Наши соседи ее забрали. К себе. И вот у нее уже щенок. Нет Степана, если что. Снежный пел. Тепик, как снег? Вкусненький? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А вот я вам не показывала, у нас еще есть второй пляж, но здесь меньше купаются, потому что здесь сразу обрыв и глубина. Рыбу здесь ловят, вот мангальчик тоже, в камеечке. Степа, что мы наконец-то повесили с тобой? Теперь будут все знать, кто здесь Корги, кто здесь Гав-Гав, кто здесь охраняет территорию. Да? Пошли домой, пойдем. На середину не получилось повесить. Где там Степик, где Степик? Степан, где твоя морда? Степик, что у тебя с носом? Ну хуже что-то. Это бумажки? Держи крепко его. Ездили кататься на Егору? Ну вот там видели. А Степан был дома. Где он? Степик. Степик. Вот он сидит. Сидит, ждет нас, пока мы приедем. Все, Пик. Собачка устала отдыхать. Завалилась на диван и лежит, полеживает. Сегодня у нас Четмил со Степаном. Ну как Четмил? Рыбка, салатик, картошечка только из жирного. Степан тоже получит свою долю. Рыбки. Вкусно, Чепик? Обалденно. Сейчас, спасибо за просмотр. Чепик отдыхает и ждет вас в новом блоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok